Прошу принять меры по поводу... Довожу до вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконный мотказ. Иванов Дмитрий Иванович, 18 января прошла... Прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить? Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» и я, её ведущая, Анна Серикова. Борьба за квадратные метры в богатом и перспективном Сургуте приобретает массовый характер. Цены на жильё растут, ипотека пока доступна немногим. Одна надежда на так называемые доходные дома. Концепция развития и механизм реализации новой для округа и России в целом программы сейчас находится в стадии разработки. Но, согласно первоначальным планам, квартиры в доходных домах будут сдаваться. А ведь каждому хочется иметь недвижимость в собственности. Да и зачем вкладывать средства, если пока ещё есть возможность получить квадратные метры бесплатно за счёт государства. Комната в коммунальной квартире стала причиной судебных разбирательств и распада семьи. К нам в программу обратился многодетный отец Руслан Агаев. Он утверждает, что его выселяют из законно занятой им комнаты. Судебные пристава вчера приходили выселять. Почему я должен выселяться? Если бы я зашёл бы без всяких оснований, нахально зашёл в чью-нибудь квартиру, тогда я согласен. Если мне дали такое же право, это ошибка не моя, это ошибка администрации. Когда администрация что-то делает, они же видят, что здесь кто-то живёт. Почему они сами не подняли? Тебе за чью-то ошибку я должен страдать или мои дети должны страдать? Я тогда возьму палатку и буду тебе перед телевидением жить. Это нормально будет? Жить перед телерадиокомпанией, конечно, не выход. Это уж точно не поможет решить квартирный вопрос. Ситуация, в которой оказался Руслан, очень запутана. В своё время комнату в коммунальной квартире дали его отцу. Эту комнату мы получили в 1991 году. Именно мне давали. В этой организации она относилась в СУ-16. Это здание было собственным. Тогда не было собственным, но их здание было в СУ-16. Она была в общежитии. Я работал сантехником. Мне давали именно вот эту комнату. Тогда проект тут вообще по-другому было. В одной квартире с Агаевыми проживала ещё одна семья. Потом супруги, жившие в соседней комнате, развелись, и жилплощадь долгое время пустовала. За это время сын Агаевых, Руслан, обзавёлся своей семьёй. Родители попросили у администрации города передать им пустующую комнату. Пускай на жену, она подаёт заявление. Она бюджетно там работает. Ну, я пригласил там рядом, как раз она заявление писали. Всем ей указано там пять человек. Бумажка она дала, это 30 декабря, первым году. Ну, 2001 год, 30 декабря. Нам на это разрешение заселиться в ту комнату. За ним оттоп. Жилплощадь тоже. Потому что тут получается, как в сексе заходишь, два комната, маленькая, большая. Всё. Справку о разрешении проживания в комнате соседей Агаевым подписала начальник управления учёта и распределения жилья Вера Рассохина. Проблемы начались, когда Агаевы решили приватизировать комнату. Оказалось, что в ней прописаны их бывшие соседи. 12 лет этих людей не было. Просто когда запахло деньгами, делать до приватизации дошло, они пришли. Продать можно. И подали на Агаевых в суд. Решение Сургутский суд принял в пользу истца. А это значит, что Руслан Агаев с тремя детьми должен освободить жилплощадь. Подали на жалобу Хантамарсиск. Зашли в судебное заседание, подняли нас. Судья на телефон, на сотовую, на звонок пришёл. Всё, нас вывели в коридор. Прокурор должен приехать. Прокурор приехал, всё, они зашли вдвоём. Ну, в суд, мы в коридоре. Без нас. Сургутское дело оставить без изменений. И поэтому, как бы, вот такая вот проблема. Обратился я к вам уже, что потому что я и в Ханты писал, и в Москву писал. Везде один тот же ответ я получаю, что подавайте на жалобу, на рассмотрение, потом без изменений, без изменений. Просто никто не слышит и не видит. Абсолютно. О том, что по поводу выселения Агаевых думают представители администрации Сургута и судебные приставы, расскажу после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте. В студии Кристина Жмурко. Часто на улице мы сталкиваемся с домашними собаками, которые гуляют без намордника и без присмотра хозяев. Я утром в 8 часов 10 минут подалась выводить свою собаку. У меня маленькая порода, пинчер, ну такая маленькая, килограмма 4-5. Я ее на поводок взяла и начала спускаться с четвертого на улицу, чтобы вывезти. Я тут увидела, что с первого этажа она слетит по лестнице, прям бежит, несется собака. Она ее вот мертвой хваткой хватила и начала ее рвать. Я не знаю, я, наверное, закричала, я уже не помню, я получила, конечно, огромный шок. Я не помню, что была ситуация, сколько эта секунд длилась. Но тут я увидела, что поднимается женщина, это хозяйка этой собаки. Она ее тоже хватила как бы за голову, но пока она не разорвала вот мою собаку, она ее не отпустила. Там раны очень большие, конечно, я каждый день ее вожу то один раз, то два раза в клинику. Случаи нападения домашних собак на других животных людей, к сожалению, нередки. Но их можно избежать, ведь без намордников собаки гуляют по вине хозяев. На территории ХМАУ действует окружной закон о содержании и защите домашних животных. Защита домашних животных включает в себя перечень мероприятий со стороны владельцев животных, который должен быть направлен на защиту жизни животного, его физического и психологического здоровья. Но не только. В законе сказано, что под защитой и содержанием домашних животных также поднимается проведение обеспечительных мер для безопасности окружающих граждан и других животных. По закону выводить собак на улицу разрешается только на коротком поводке и в наморднике. Причем детям до 14 лет запрещено их выгуливать самостоятельно. Нельзя появляться в общественных местах с домашним любимцем и взрослым, которые находятся в нетрезвом состоянии. Выгул собак запрещен на спортивных площадках и стадионах, в парках, на территориях детских садов и лечебных учреждений, а также в местах массового отдыха. Городская администрация должна для этого предусмотреть специальные площадки. Ну и если я скажу, что у нас нет специальных мест для выгула собак, я не раскрою никому секреты. Это действительно так. Но, тем не менее, отсутствие таких мест не освобождает граждан от моральной и юридической ответственности за жизнь и здоровье граждан, которые их окружают. Владельцы домашних животных обязаны не допускать беспризорного обитания домашних питомцев. Во время прогулок с собакой принимать все меры для безопасности других граждан. Если все-таки ваш любимец укусил или причинил другой вред людям или животным, то вы должны оказать помощь. Ведь именно вы несете ответственность за действия своего домашнего питомца. Значит, в юридической литературе домашнее животное приравнивается к имуществу. Поэтому вполне возможно, что в судебном порядке может быть изъятие имущества у владельца, который не соблюдает правила содержания этого имущества. Если вас укусила собака, ее хозяин неизвестен или он не желает возмещать вам вред, то вы можете обратиться в полицию. Факт нападения на вас будет зафиксирован, и к владельцу животного будут применены меры. При оплате лечения от укусов собирайте все чеки. Ведь в случае отказа хозяина собаки компенсировать вам вред, вы вправе обратиться в суд. Помните, за свои права вы должны бороться. К нам в программу обратился Руслан Агаев. Несколько лет назад с разрешения администрации города многодетный отец вселился в комнату в коммунальной квартире. Однако оказалось, что там прописаны предыдущие жильцы, которые, по уверению Руслана, почти 12 лет назад съехали с квартиры. Узнав о возможности приватизировать комнату, бывшие соседи решили этим шансом воспользоваться и подали на Руслана в суд. Суд принял решение выселить Агаева и его троих детей из спорной комнаты. Из-за этой комнаты у меня вот эта супруга моя, она, у нас семья распалась, мы развелись. Потому что у меня нету жилья, она с тремя детьми. Вот она уезжала к родителям за границей, она вообще уроженка другой страны. Привезла маленького ребенка, сейчас она уезжает опять. Я остаюсь с тремя детьми. Естественно, я никак не могу работать, потому что мне за детьми некому смотреть. И плюс еще у меня жилье забирают. Я из-за этого жилья выйти из дома толком не могу, потому что постоянно в страхе, что кто-то придет, выкинет их на улицу. По закону Руслан обязан освободить жилплощадь. С момента поступления исполнительного документа о выселении, если должник в добровольный пятидневный срок, который дается в соответствии с нашим федеральным законом, не выселяется, то мы уже переходим к мерам принудительного выселения. То есть вручаем требования, взыскиваем спосбор, привлекаем к административной ответственности и принудительно выселяем. Когда мы вскрываем помещение, если должник нам отказывается дверь открывать, либо его отсутствует, то мы привлекаем участкового. Приставы должны выполнять решение суда. Судебные исполнители вручили Агаевым требования о выселении, но Руслан с детьми комнату не освободил. Потом было повторное требование акта выселения и опись имущества. И дали им двухмесячный срок, который предусматривает наш закон. В течение этих двух месяцев они должны вывезти имущество. В противном случае, если они имущество не вывезут, мы передаем это имущество на реализацию. Имущество в последующем реализовывается, и денежные средства им возвращаются. Но это в последующем. Соответственно, пока двухмесячный срок не прошел, выставлены им требования на 1 июня, чтобы они вывезли это имущество свое. Чисто по-человечески Руслана можно понять. Ведь разрешение на вселение в комнату он получил в администрации города. И был уверен, что имеет полное право на жилплощадь. Сейчас в управлении учета и распределения жилья, в котором и выдали разрешение, новый руководитель. Алла Шевченко не стала комментировать действия предыдущего начальника. Но согласилась разъяснить алгоритм действий в подобных случаях. Выселению подлежат граждане, которые в течение полугода не производят свои времена оплату за найм и коммунальные услуги. Жилое помещение, которое освобождается в коммунальной квартире, подлежит распределению в том случае, если оно юридически и фактически свободно. Юридически свободно, то есть по данной комнате никто не должен быть зарегистрирован. Фактически свободно, то есть данная комната должна быть свободна от проживающих и имущества. В случае, если в коммунальной квартире освободилась комната, принадлежащая администрации города, то есть являющейся муниципальной, гражданин может обратиться с письменным заявлением в управление учета из распределения жилья с заявлением о том, что он просит предоставить эту комнату его семье. Именно по этой схеме и действовали Агаевы, но суд принял решение не в их пользу. Остаются открытыми вопросы. Почему в управлении учета и распределения жилья администрацию Сургута 10 лет назад выдали разрешение на вселение семьи Агаевых, если там были прописаны другие люди, если они в то время действительно имели там регистрацию, и где теперь жить многодетному отцу? Сопротивляться действиям приставов и жаловаться на них не имеет смысла. Они просто выполняют свою работу. А вот заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации Руслан может подать. Также он может обратиться к уполномоченному по правам ребенка. Только по телевизору говорят, что молодые семьи до 35 лет или еще что-нибудь там помогают, там или льготы какие-то. Если я никакие льготы не получаю, кроме детских. На самом деле у многодетных семей в Югре много льгот. Я напомню, что в нашем округе многодетными считаются семьи, имеющие троих и более детей. В то время, как, например, в республике Марии-Эл, этот статус присваивают семьям, в которых растет четверо и более детей. Так вот, по закону в Ханты-Мансийском округе многодетные семьи имеют следующие льготы. Скидка в размере 30% от установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам для детей в возрасте до 6 лет. Бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных учреждений округа. Прием детей в детские сады в первую очередь. Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся на территории округа. Бесплатное посещение музеев, выставок, парков, культуры и отдыха один раз в месяц. Кроме того, многодетные семьи имеют право на дополнительные пособия. Единовременное при рождении второго ребенка в размере 10 тысяч рублей. При одновременном рождении двух и более детей в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 3,5 тысяч рублей. От трех до четырех лет в размере 1,750 рублей. Доплата государственным ежемесячным пособием на ребенка в размере 200 рублей. Вы смотрели программу Книга Жалоб. Помните, ваши права заканчиваются там, где начинаются права других. Я прощаюсь с вами до сентября. Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok